Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного номер 654 события дня и римея 15 6 ты оставил меня говорит господь отступил назад поэтому я прострою на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать за 27 сентября 2017 года Галина Влеська о запуске рыб в озера деревни карась является промежуточным звеном для многих паразитов а карп нет дорогой Игнатий Тихонович благодарю за душеполезные ролики про матилушку и беседа с Сергеем Игнатом и про избранство как все верно метко коротко и понятно да с солью словом Божиим несказанно радуюсь моей встрече с вами дорогой мой учитель и мой наставник а завистников и клеветников сетях хватает приучила себя не обращать внимание отмахиваясь от них твердым крестным знамением своей плоти человеческой кто свободен тот и осилит истину и интерес с прилежанием проявит безотлагательно к вашим трудам радуюсь за марину Сергееву неустанно как она молниеносно сгребла колю и примчалась к вам поразительно это делает бог им с коля это сильно поможет укрепить коля на мужичка стал походить а вначале все глазки без слез натирал кулачками незабываемые моменты счастья общения с вами и вашими детками Никита бурчит но добряк думаю что он улыбается сам себе когда свои бурчания слышит просматривая ролики молитвенно с вами да не прервется это нить аминь я выставил два видеоролика вчера матильда и лидеры провокации поджогов гапоны во свете библии 23 сентября и фильм матильда во свете святой библии заказной провокационный 21 сентября вот два чем вчера занимались с утра богослужения в храме у игоря барбаша приехали с прицепами два больших камаза за ячменем продает хотел шофером шофером с варить машину чтобы за данным прислали ну заплатить все увезти картошку и дровах но потом перезвонила жене долгову этот рядом под степной видимо с ним тот не позвонил шофер нам нужны свои пошел налево направо никого нету давай думай где взять пошел к роману малышу всегда безотказно на машину взял свою пилу и поехали искать вчера вот привезли уже напилили по два метра примерно по два метра мне мерку вырезали нужно было примерно 150 свая разного размера диаметра как будто набрали как будто набрали вчера уже распилили уложили кучки теперь нужно каждый каждую свою каждый это стоп заострить 4 среза делаем на угол ну и когда делали раскидывали проткнула рукавичку и воткнулась мне в руку большая бревнёшка с еще корванула с кожей сильно поранил руку кровь кровь репей рвал толкал рукавичку не перевязки ничего нету думал столько во мне и крови то нету даже а правая рука на ладони теперь надо шкурить а не могу вот мне это неудобно теперь кто поможет нам с хлопца а тут батюшка приехал привезли виктор николаевича савченко с женой анной дочери ангелины никого еще не видал батюшка выезжает вчера тут прощаться давайте помолимся сколько не уговаривал бесполезно каждый год едет в россию по монастырям вообще не понимаю зачем они нужны эти поездки тем более опасно опасность повышенная с утра уже знали сергей никак не мог чтобы кто-то ему привез урагана пса который с нами ездил собака еду сам нету и нету мама его позвонила валентина арефьевна нету приехал уже перед закатом солнца где заблудился ту дорогу где 73 километр от барнаула с собой на проселочную дорогу слезает там самосвалы разбили камаза зерном и ехать надо дальше на старую дорогу а там развилки разные видимо не туда утянулся ездил ездила вот так приехал урагана забрал варенье наше тут маленько что-то там поел надежда васильевна тоже мы это засняли теперь мне вопрос вопрос как дальше показать наши ресурсы с этими со своими то вот у нас форум интересно вчера вот сколько было можно узнать форум без спора не может открыть не может открыть ну вот у нас сегодня что-то тут уведомление какое-то события дня понравился андрею александрову наш канал вот выставили сегодня володя пащенко пекарь 29 за 40 минут мало мало и посещение наш сайт библейский во свете библии здесь так беру 9 то это пункт о войне вопрос 2060 восьмой том открытым оком настоящее время законом предусмотрено освобождение священнослужителей от срочной службы была ли ранее в первые века возникновение монашества подобная льгота инокам ответа льготы были и очень существенные обед монашеский был придуман очень хорошо продуман это как клятва присяга но на верность богу царю воинству и теперь умри а назад ходу нету этим начали сильно зло употреблять рабы приходили с обманом говорили что не свободные люди их постригали а потом оказывалось что это собственность князя или пилата второе фестонокийцам 3 6 7 и 11 завещеваем же во братья имя господа нашего иисуса христа удаляться от всякого брата поступающего бесчинно а не по преданию которое приняли от нас ибо вы сами знаете как должны вы подражать нам ибо мы не бесчинствовали у вас но слышим что некоторые у вас поступают бесчинно ничего не делают а суетятся поясняю бесчинство против установленной чины законов государства и против канонов сарковных неприятности было до приезлиха и тогда святые отцы на соборах вынесли правила по которым должны были все определять можно ли принимать монашество вот этого конкретного человека но для тех кто стремился увеличить количество своих земных чернорисов воинов монастырских все эти в канонах были как бы не бывшие они запросто ими пренебрегали хотя кара за нарушение этих законов канонов должна была их немедленно загнать в угол пещеры но монахов была всеобщая их установка все что не по их чернорезному уму будь то писание или каноны им это без надобности они с легкостью нарушали любые самые строгие каноны и объявляли что против них идет дьявол а они борются с сатаной выходит сатана был за каноны а они 4 вселенский собор правило 4 да не приемлется также в монастырях в монашество никакой раб без воли господина его приступающему же сие наше определение определили мы быть чуждым общением церковного да не хулиться имя божие двукратный собор правило 5 того ради святой собор определил никого не сподоблять монашеского образа прежде нежели трехлетнее время предоставленное им для испытания явит их способными и достойными такового жития и сие повелел собор всемирно хранить разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь и понудить сократить время испытания или разве кто будет муж благоговейный в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую ибо для такового мужа к совершенному испытанию достаточен и шестимесячный срок ащи же кто поступит вопреки всему поступит то игумену по лишению игуменства состояния подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка поступивший же в монашеский да предается в другой монастырь в котором строго соблюдается устав монашеский Василий великий сороковое правило ибо условия находящихся в полновластие и других не имеют ничего твердого Ефрем Печерский 28 января после блаженного Варлаама Боярского сына блаженный Евреем Евнух человек знатного рода и благородного происхождения весьма любимый князем Мезиславом и заведовавшим его всем его хозяйством пришел из княжеского дома к преподобному отцу нашему Антонию и просил его вместо служения князю приобщить его к слугам царя небесного и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина преподобный Антоний преподав ему наставление о спасении души поручил блаженному Никону постричь его согласно этому повелению Никон постричь блаженного Ефремова и облег выноческие одежды но ненавидящий добро враг дьявол навлек великую скорбь на преподобных за пострижение всего блаженного Ефремова равно как и за пострижение блаженного Варлаама о чем записано в житиях преподобных Антония и Никона в самом деле князь тьмы видит, что он побеждается тем священным сонном который собирался в темной пещере и поняв, что с этого времени место себе будет прославляться скорбело своей гибели и начал своими враждебными кознями разжигать сердце князя Езеслава против преподобных побуждая его разогнать священный сон однако он не мог этого достигнуть и сам был прогнан молитвами преподобных он впал в яму, которую и готовил правдой постригавший блаженного Ефремова преподобный Никон был приведен к князю и резко обречен и сам начальник братья преподобный Антоний с братьями вследствие гнева князя был изнан из пещеры но затем скоро по ходатайству княгини перед князем Езеславом а лучше сказать по молитвам Царицы Небесной Пресвятой Богородицы перед Царем Славы Христом Богом иноки возвратились в пещеру свою как храбрые воины с полей брани победив своего супостата дьявола после этого они всегда оставались в пещере прославляя и благословляя Бога Дмитрий Ростовский 21 сентября испросил благословения своих родителей он на восемнадцатом году своей жизни поселился в Кирилловом монастыре всеми силами он старался подражать добродетелях преподобным Антонио Феодосию и прочим печерским подвижникам в церковь приходил первым выходил из него последним в храме стоял со страхом Божиим благоговейно внимая словам Священного Писания это Кирилловский монастырь здесь ему были представлены Святой Дмитрий для посвящения вермонаха которое было совершено 23 мая в день сошествия Святого Духа Святому Дмитрию в это время было только 24 года но он уже был искусным в деле проповедания Слова Божия как будто правила не было 6-й вселенский собор 14-15 с 30 лет только в Дмитрию Ростовске даже в дьякона с 25 лет а ему 24 Семен Столпник 1 сентября будучи свободен от дела блаженный отрок в воскресный день пошел с отцом и матерью в церковь внимательно слушал Семен что в церкви пели и читали и услыхал Святой Евангелие в коем назывались блаженными нищие, плащащие, кроткие, чистые сердцем он спросил стоявшего рядом с ним честного старца что означает эти слова наставленный Духом Божиим старец стал объяснять Семену и долго поучал его указывая ему путь к нищете духовной чистоте любви Божией и к добродетельной жизни добрые семена по учению старца напали на добрую почву ибо тотчас же в душе Семена зародилось усердное стремление к Богу и возросло твердое желание идти тесным путем ведущим к нему он положил в уме своем немедленно бросить все и стремиться только к тому что его восхотел поклонившись честному старцу и благодарствую за полезное научение Семен сказал ему ты для меня стал теперь отцом и матери учителем на благие дела и вас ждем к моему спасению точно после всего Семен вышел из церкви и не заходя домой уединился в месте удобном для молитвы здесь он распростерся на земле креста разно и сплачно молил Господу указать ему путь ко спасению долго лежал он так и молился наконец уснул и во сне узорил такое видение снилось ему что копает он уров для какого-то здания и вот слышит он голос говорящий копай глубже стал он копать глубже потом думал что уже довольно остановился но опять услышал голос повелевающий копать еще глубже снова стал он копать и когда опять приостановился в третий раз тот же голос побуждал его к тому же труду наконец он услыхал перестань теперь если хочешь строить здание созидай натрудись усердно ибо без труда ни в чем не успеешь после всего видения Семен встал и пошел в один из монастырей находившийся в родной его стороне провидя в нем божие призвания игумен взял его за руку и вел монастырь говоря братья научите его житию иноческому и монастырским правилам и уставам в короткое время он выучил наизусть всю псалтырь будучи еще только восемнадцати лет от рождения он был уже пострижен в иночество и скорей строгости своей жизни превзошел всех иноков того монастыря так один из братьев вкушали пищу так один раз в день вечером а иные на третий день он же не вкушал пищи целую неделю в феодосии двадцать девятого мая по истечению сорока дней после рождения мать взяла свою дочь на руки и понесла ее в храм святой анастасии с радостными слезами воздавая благодарение богу и святой мученице обещая посвятить свою дочь в чин иноческий дабы она была сопричисленной к лику девственниц и невест христовых следует заметить что при том храме был монастырь для девиц посвятивших себя на служение богу когда феодосии исполнилось семь лет со времени рождения отец и умер тогда мать взяла траковицу повела ее в монастырь святой анастасии и отдала ее для пострижения во святой чин ангельский спустя три года умерла и мать феодосия оставив все имение своей дочери инокине призвав к себе золотых дел мастера она дала ему достаточное количество золота и серебра для скования трех икон христа спасителя пресвятой богородицы и святой мученицы анастасии иконы эти имели величину в три локтя конан 6 марта сам блаженный конан проводил все дни и ночи в молитвах когда исполнил сыну семь лет конан раздал все что имел нищим и взял отрока ушел в монастырь где и проводил иноченскую жизнь никон пещерский 23 марта когда приходили к антонию лица желающие принять равнангельский образ он сам поучал их добродетелям а преподобному никон он повелевал постригать их влияние этих двух подвижников можно было усматривать некоторый вид подобия моисея аарона ибо преподобный антоний принес закон как моисей с синайской преподобный же никон действовал по повелению антония как аарон почтенный саном священства возрадовался духом и тогда когда постриг именитого боярина блаженного варлама а также заведующего всем хозяйством князя любимца его блаженного ефрема евнуха но за этих постриженников он потерпел немалый скорбь ибо узнал об их пострижении князь изяслав сильно разгневался на преподобных и повелел одного из них именно совершившего пострижение точно привести к себе слуги точно же отправились и привезли к нему блаженного никона посмотрев с гневом на святого князя просил князь ты ли постриг боярина и евнуха без моего повеления преподобный никон ответил с мужем я постриг их благодатью божию по повелению небесного царя иисуса христа призвавшего их на такой подвиг князь разгневался еще более и сказал или убеди их возвратиться в дом мой или я пошлю тебя и сущих с тобой в заточение а пещеру вашу велю раскопать блаженный никон отвечал ладыка делай все что тебе угодно мне же не подобает отвращать воинов от небесного царя после этого святой антони и бывшие с ним вышли из пещер намереваясь по причине княжеского гнева иукоризм на блаженного никона отправиться в другую область ну дальше читать о Симеоне юродио 21 июля и 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 Критический разбор того, что видел, что прочитал, услышал и запомнил. Как поступил бы я в такой обиде, не стал ли бы участником невольным? Там с ними именно тогда, на знание опыт мой, что ныне, не оступилась бы тогдашняя беда. Мгновение весны и красная калина. На этом сегодня все.